Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Александрович, начну с событий не в мире и не в Украине. Новости из Волгоградской области, захват исправительной трудовой колонии людьми, которые называют себя представителями ЕГИВа. Тема вот эта, после событий в Махачкале, трагических событий, как-то ушла из информационной повестки в России. И ушла незаслуженно, на ваш взгляд? Ну, она ушла просто потому, что война идет, и все основные новости, они концентрируются в руках войны, тем более вторжение в Курскую область ясно дело на себя отвлекло все внимание и все, что с этим связано. Что касается религиозного экстремизма, в частности, исламизма, исламистского толка, то он никуда не делся. Да, его удалось где-то как-то потеснить после войны на Кавказе, там Первая и Вторая Ченская война, но в принципе он сам по себе существует. Существуют огромные международные сети, и для них Россия является, очевидно, одним из интересующих объектов в силу естественных причин и наличия мусульманского исторического населения и большого количества мигрантов из мусульманских стран и так далее. Они работают, работают они активно, и у меня такое впечатление, что они в последнее время стали работать активнее, чем раньше, и, видимо, их к этому подталкивает кто-то из рубежа. Ну, там ситуация понятная, идет война, в России масса всяких проблем, но давайте еще подкинем проблем через активизацию радикальных исламистских элементов, тем более, что подросло молодое поколение дураков, которые не ученые теми событиями, которые были на Северном Кавказе, и им по новой заряжают головы разными экстремистскими радикальными идеями на основе ислама. И, к сожалению, места заключения, это знают все специалисты, они стали, в том числе, рассадником, к сожалению, да, в некоторых случаях, там, да, во многих случаях рассадником, вот этого неофитского радикального толка исламизма, да. И то, что эта проблема есть, это очевидно, вот, то, что даже она усиливается, на мой взгляд, тоже очевидно. Но очевидно и то, что это усиление подталкивают из-за рубежа. Уж не знаю, там, какими способами, но ясно, что есть масса всяких цепочек, по которым это можно активировать, вот, и с этой проблемой Россия сталкивается, и, на мой взгляд, этому требуется уделять очень большое внимание, потому что, во-первых, есть очевидная проблема в мировом исламе, вот, радикализм, как будто, там занимает очень серьезные позиции, и условно-традиционное духовенство, на мой взгляд, с этим не справляется, не только, как бы, в России, а вообще по всему миру, да, и это тоже, это тоже видно. Есть международные сети, они хорошо организованы, вот, и есть ситуация в России, опять же, связанная и с войной, и с миграцией, вот, на мой взгляд, политика миграции вообще требует такой капитальной перезагрузки, в том числе и потому, что она становится рассадником, питательной средой, так сказать, для радикальных экстремистских идей. Ну, вот о миграционной политике, вот, как раз-таки, после событий в Дагестане говорили очень много, и многие, там, принятые меры, но, видите, опять, как бы, возвращается, и ведь я абсолютно с вами согласен в том, что нельзя об этой ситуации говорить в отрыве от тех же событий в Украине, потому что, ну, так или иначе, внутренняя эта история, она косвенно, может быть, не прямо, но влияет и на то, что происходит на внешнем контуре, ну, если так можно говорить. К событиям в Курской области. Посол России в Соединенных Штатах Антонов сказал, что ответ будет. На ваш взгляд, что это может быть? Вообще, если честно, пока не очень понимаю. Да, посол сказал. Общественная запроса. Ну, причем так, сказал, что, прям, вот, смотрите, вот, теперь же точно будет. Ну, посол сказал, так сказать, да, теперь точно будет, и сказал, что наказание будет суровым, как бы, да, и самое главное, что есть общественный запрос, потому что, ну, как бы, да, в течение двух лет, ну, большое количество, так сказать, вопросов у населения, оно не находит ответов, да, какая-то довольно странная такая ситуация, когда одна рука за спиной, вот, другая, так сказать, тоже действует как-то очень ограниченно, вот, при этом еще идет какая-то, так сказать, куча всяких слухов по поводу то ли каких-то консультаций, то ли каких-то, там, негласных переговоров, то ли чьих-то бизнес-интересов, все это порождает ощущение двойственности, и вот, на мой личный взгляд, вот, эта двойственность, она, на самом деле, осложняет ситуацию, да, и она, как бы, во-первых, и общественному мнению не дает однозначности, вот, и, во-вторых, очень часто приводит к ошибкам, вот, это мое убеждение, да, и все эти переговоры, там, и попытка, так сказать, каких-то вот таких вот закулисных, решений закулисных бизнес-вопросов, то есть, с одной стороны, мы апеллируем к опыту Великой Отечественной войны, как бы, да, когда борьба велась бескомпромиссно, и, вроде как, общественное мнение на это ориентируется, а с другой стороны, да, где-то там в другом измерении идет, в общем, всякая разная такая вот непонятная игра, которая иногда, на мой взгляд, граничит с предательством, да, поэтому запрос такой общественного мнения есть, мы все время рисуем красные линии и постоянно, как бы, даем возможность их пересекать, а это не приближает к решению проблемы, это ее только усугубляет. Мое глубокое убеждение, что чем больше вы противнику даете возможность усомниться в вашей решимости, вот, тем наглее он становится, и, вот, значит, ситуация с Курской областью это открыто, значит, и совершенно четко подтверждает. Хотя ясно, что там и куча, как бы, наших просчетов российских, потому что направление недооценили, как бы, да, границу не укрепили, кому надо и когда надо, так сказать, соответствующие указания не дали, вот, ну, и все остальное. Там об этом много уже сказано, и, ну, просто это настолько очевидно, что делать вид, что это не так, на мой взгляд, просто глупо. Вот, это так, но понятно, что эта проблема для России серьезная, но она далеко, как бы, не фатальная в масштабах и операции, в масштабах всей страны, вот, но она просто показывает простую вещь, что чем больше вы позволяете эти красные линии переходить, тем становится только хуже, а лучше не становится. Поэтому запрос на такой ответ, он есть, да, и вообще, так сказать, ну, вопрос, а что вы, как бы, до сих пор вот это все, так сказать, не разнесли в хлам? Я могу сказать, что и со стороны, как бы, наших внешних, там, партнеров тоже есть такие вопросы, там, или не надо было начинать, или если уж вы начали, тогда одержите победу, как бы, да, и подтвердите статус великой державы. Вот и все, да, а в противном случае, так сказать, ситуация зависает, люди начинают маневрировать, искать компромиссов, там, и всего остального. Вот, но какой будет этот ответ, и будет ли он, я не знаю. Ну, вот, посол Антонов сказал, да, это все подхватили, вот, но я надеюсь, что этот ответ будет. Но мы уже просто слышали, как бы, тоже, честно говоря, и, там, удары по центрам принятия решения, там, и все остальное. Вот, к сожалению, когда, как бы, обещают, но не делают, вот, лучше бы не обещать. Но в данном случае, не знаю, я лично убежден, что, так сказать, ответ должен быть, и он должен быть действительно, действительно сокрушительным. Иначе, тут такая штука, все говорят, гуманизм, гуманизм. Надо понять простую вещь, если война продлится еще 10, там, лет, например, скажем, да, то людей погибнет, там, в разы больше. Это никакой не гуманизм, да, это не гуманизм, да. Тем более, что никто же не призывает, там, условно говоря, уничтожать мирное население, там, рушить жилые кварталы. Как это, кстати говоря, ВСУ делают достаточно активно, вот, но речь идет, действительно, и об ударах по центрам реальным, центрам принятия решений, как бы, да. Речь идет и о руководстве, как бы, нашего противника, речь идет об инфраструктуре, обеспечивающей войну. Вот, а когда говорят про мирное население, я, честно говоря, ничего, кроме боли от всей вот этой ситуации, там, в нашем, вот, этом славянском триединстве не испытываю. Но о мирном населении Украины должно заботиться руководство Украины, в первую очередь. Вот и все, как бы, это его прямая обязанность. Руководство Украины для того и избрали, чтобы оно заботилось о мирном населении Украины. Если руководство Украины о своем мирном населении заботиться не хочет, то я не считаю это нашей, так сказать, первичной обязанностью. Ну, смотрите, вот Лукашенко в своем интервью, вот, недавнем, о России один, говорил как раз об этом, что там, на Западе, но он фамилии не называл, но ссылался на информацию из очень высокопоставленных источников. Очень радуется, что вот славяне, ну, грубо говоря, режут друг друга. Я сейчас недословно его там цитирую, суть самая главная. И ведь действительно, и тут такая очень сложная история. С одной стороны, слышишь, мы не такие, как они, да, мы там, мы не будем, вот, как вы говорите, мы гуманисты, мы озаботимся, это тоже наши люди, и мы понимаем это. Да, они немножко там сейчас зомбированы, отуманены, как угодно, там, обмануты, может быть. Но, с другой стороны, эти, видите, не такие, как они, они не такие, как мы, они как-то не обременены вот этими всеми установками моральными, если хотите. Они действуют, как положено, на войне. И смотрите, что происходит, вот вам Курская область, пожалуйста. И ведь дальше, вот вы говорите, подхватило общество, и, конечно, подхватило, потому что, ну, а сколько действительно можно рисовать эти красные линии, я уже не знаю. Ну, да, но тут насчет славян, как бы есть, ну, скажем, если так вот схематично эти вещи обрисовать. Да, действительно, вот это славянское, так сказать, тройственное единство, ну, условно, русские, украинцы и белорусы, да, на самом деле представляло собой и отчасти продолжали представлять такую очень интересную, суверенную цивилизацию. Эту цивилизацию Запад рассматривал как своего конкурента и врага многие века. Поэтому в самые разные, так сказать, исторические ситуации пытался внести всегда раскол, поссорить, столкнуть и прочее, прочее, прочее. К сожалению, в 20 веке, так сказать, это Западу удалось. В конечном итоге, так сказать, увенчалось это распадом, значит, Советского Союза, хотя, на мой взгляд, значит, корни распада были заложены внутри самого Советского Союза, да. Это и создание квази-государственности, и вот эта политика роста национального самосознания, там, мы не вы, вы не мы и так далее, и так далее, да. Как мы помним, в Российской империи, как бы, такого деления однозначного, там, по этническому принципу вообще не было. Вот, но тем не менее, как бы это удалось, закончилось это распадом Союза, а теперь еще вот и затолкали нас в откровенную, так сказать, вражду. То есть, испытывает ли кто-то на Западе от этого злорадства и радости? Да, конечно, сто процентов. Сто процентов. Они украинцев рассматривают такими же, так сказать, русскими, как и мы, вот, по большому счету. И чем больше нас всех погибнет, тем им там будет лучше. Это, с одной стороны, и мы не можем об этом молчать, тоже говорить об этом, я считаю, необходимо. Вот, с другой стороны, мы имеем феномен политического руководства Украины, которая полностью себя ассоциировала, так сказать, да, как раз с врагами вот этой самой, так сказать, триединой славянской цивилизации. И это тоже мы не можем сбросить со счетов. То есть, грубо говоря, рассказывать друг другу, ну, вот, понимаете, ведь мы же вот все вместе, да, и поэтому мы должны там друг друга беречь. Должны беречь, должны, несомненно, беречь. Вот, но сейчас на момент такой, что одна из этих частей, так сказать, да, вот этого нашего единства, да, славянского, да, она избралась и такое руководство, которое считает нас всех остальных врагами. Оно не хочет быть частью славянской цивилизации. Оно не хочет быть частью православной, восточно-христианской цивилизации. Оно хочет быть, так сказать, орудием Запада, да, в отношении всех остальных. Поэтому в этой связи мы очень сожалеем, так сказать, на мой личный взгляд, да, надо принимать самые жесткие меры для того, чтобы спасти то, что можно спасти. А то, что спасти нельзя, так сказать, да, ну, отправить, так сказать, туда, они хотят отправиться. Вот, собственно, и все. Поэтому здесь, мне кажется, на эти вещи надо смотреть предельно трезво и с одной, и с другой стороны. То есть, осознавая, что, к сожалению, нас закатили в результате наших ошибок, именно наших ошибок, исторических и сиюминутных, в том числе, закатили в этот чужой коридор, в чужой сценарий вот этих событий, осознавая это, при этом надо понимать, что, знаете, если бы мы все это осознавали, тогда можно было бы договариваться. Собственно говоря, Путин и пытался договариваться довольно долго. Вот, и сейчас все пытается договариваться, да. Но если одна из этих сторон как бы субъектностью не обладает, да, и, в общем, на самом деле стала фактически наемной силой коллективного Запада, ну, нам приходится, вернее так, не то, что приходится, нам необходимо принимать самые жесткие меры, в том числе для спасения всего остального. Вот так вот. А уж поймет ли это кто-то потом, удастся ли кого-то вразумить, там, переубедить, так сказать, и опять подружиться? Ну, я не знаю, пытаться надо как бы, но там уж как получится, как получится. Ну, по поводу руководства Украины, да, они, вот вы говорите, должны заботиться, ну, по идее, да, о своем народе. Мы видим, как это все происходит. И, с одной стороны, самое очевидное, это, ну, что-то сделать с этим руководством, как вы говорите, помочь им там отправиться, куда они там хотят. Уж куда хотят, подскажут, я думаю. Но, но, и тут же понятно, что они ведь не субъектные, они не сами принимают решения. То есть, ну, смысл с этим руководством по большому счету что-то делать? Ну, таких же поставят. Быстренько причем, в один день. Соответственно, надо как-то туда дальше, Кащееву смерть не здесь искать. Ну, тут две проблемы. Первая, это чисто тактическая, по поводу вот руководства Украины. Ну, давайте так вот обострим максимально. Ну, зачем его убирать и поставить другое, да? Слушайте, ну, как бы это такая логика бесконечная, да? Зачем его убирать и поставить другое? Зачем мешать ему ездить по миру, так сказать? Ведь это все равно марионетка. Зачем мешать ему-то встречаться с лидерами других государств? Ведь он ничего не значит. Нет, это не так. К сожалению, на самом деле, наше такое бережливое отношение к Зеленскому сделало из него фигуру международного значения. Вот и все. Если бы с самого начала, как бы, да, мы заставили его сидеть в подвале, как это и было в первые дни, а не позволили бы ему разъезжать по миру, принимать у себя в Киеве международных гостей, мы бы предотвратили его легитимацию на международном уровне. А чем больше он встречался с другими лидерами, чем больше он выступал в других парламентах, тем тяжелее становилось вообще воздействовать на ситуацию, тем больше у него появлялось политического авторитета, тем легче ему было выколачивать помощь для Украины, и тем, так сказать, сложнее становилась наша ситуация. То есть вот это вот чистоплюйство какое-то, и тут разговоры, да он никто, да прочее-прочее, да зачем и так далее, оно привело к росту значения его фигуры политической, и к росту политического веса всего украинского руководства, а это напрямую способствовало увеличению потоков помощи в адрес Украины. Я считаю, это большая ошибка, это первое. Второе, так сказать, да, опять же поставят, не поставят, но вот в бою. Кого в первую очередь там пытаются вывести из строя? Командования, офицеров, там, генералов, да, не знаю, кого угодно. Ну а в таком случае тоже можно было говорить, ну а зачем это делают? Ну другого же пришлют. Не надо целиться, так сказать, в командира роты, как бы, да, другого пришлют. Знаете что, как бы, это тоже такая, так сказать, риторика, которая там, она ведет к бессилию. Пришлют, посмотрим. Может пришлют, может не пришлют. И будет он уже другим. И у него уже будет опыт того, что он увидел только что, так сказать, с его предшественником. Ситуация изменится. Если бы это произошло в самом начале конфликта, мы бы увидели дезорганизацию управления. Это очень важно. Вот мы тоже там вот говорили. Удары по центру принятия решения. А что там в этих центрах принятия решения? Там что, так сказать, дивизии, полки, бригады? Нет. Там сидит, так сказать, несколько десятков человек, которые сами вообще не воюют, но они принимают решения. Удар по центру решения дезорганизует управление полками, бригадами, дивизиями и все остальное. Поэтому удары по управлению, удары по верхушке, они всегда имеют военное значение. И не стоит, так сказать, говорить о том, что вот они там пришлют, они там не пришлют и так далее, и так далее. Пришлют, не пришлют, посмотрим. Вы попробуйте, а там видно будет, да? Опять же, как бы, так сказать, вы видите на поле боя командный пункт противника. Вы пытаетесь по нему попасть. А уж там дальше, что будет там, вы сначала попадите, а потом посмотрим. А третье, на что, так сказать, вы тоже, видимо, намекаете, имеется в виду перенос проблем, так сказать, за рубеж. Да, есть такая ситуация. На самом деле Запад понял, он нас просчитал, он увидел нашу реакцию, он понял, что российское руководство опасается принимать какие-то прямые, так сказать, меры воздействия в отношении блока НАТО. Это придает им особой наглости. То есть до тех пор, пока мы не будем создавать для них какие-то проблемы, они вообще ничего не поймут. Это однозначно. Им будет казаться, что все можно. К сожалению, они за эти два с половиной года, как бы, да, в этом убедились. Какие это проблемы? Это другой вопрос. Потому что здесь, когда начинается это обсуждать, сразу говорят, ну что, вы хотите Третьей мировой войны, ядерной войны? Я вообще никакой войны не хочу, как бы, да, тем более Третьей мировой. Это очевидно. Но, к сожалению, вся история человечества сопровождается войнами, да. Понятно, что Третья мировая война, как бы, она может привести, так сказать, к такому уничтожению взаимному, что от нашей цивилизации северного полушария, от белой цивилизации не останется вообще ничего. И наступит новая историческая эпоха на планете Земля. То, что этого не понимают в США и Европе, как бы, да, обусловлено одной единственной причиной. Они не верят, что это возможно. Поэтому создание проблем для Запада может иметь разноплановый характер. Это вовсе не обязательно ядерный удар по Вашингтону, да. Это могут быть самые разные, так сказать, ситуации. Начиная от информационной, там, и политической, заканчивая, там, диверсионной, да, причем чужими руками, да. Это могут быть, так сказать, экономические меры, а любые другие. Но, в любом случае, пока вы не создаете для них никаких проблем, пока они просто, все, что они делают, это считают свои доходы от продажи оружия, ну, понятно, что они не будут никак это самое, трепыхаться. А зачем? Объясните. Вот я, например, там ставлю себя на место американского руководства. А что я буду трепыхаться-то? Значит, Третьей мировой войны они не допустят. Ударов по территории США не будет. Значит, трубопроводы и кабели они нам рвать не будут. Значит, экономически они ничего нам сделать не могут. И чего? А чего я буду стесняться? Чего бояться-то? Бояться нечего, поэтому я буду действовать до тех пор, пока у меня не появится достаточно проблем или аргументов в пользу того, чтобы, как бы, я свою политику изменил. Вот и все. Я не знаю, здесь вообще не надо быть никаким, не супер-пупер-дипломатом, так сказать, не сверх, там, каким-то талантливым фельдмаршалом, чтобы такие простые вещи понимать. Это просто обычная логика, потому что все наши противники тоже люди. Это обычная совершенно логика. Вот. Если бы они еще верили, знаете, в возможность ядерной войны, да, можно бы сказать, им просто было бы страшно. Можно было бы не делать ничего, им было бы страшно. Но, к сожалению, наша проблема и ошибка состоит и в том, что мы 30 лет или почти 30 лет убеждали их в том, что мы предсказуемые партнеры, что с нами все нормально, что мы не представляем угрозы. Вот мы их убеждали, убеждали и убедили. Вот. В итоге, вот, например, есть какой-нибудь северокорейский лидер Ким Чен Ын, у которого неизвестно, что есть, а может быть, даже вообще ничего нет. Но его боятся, потому что знают, что он точно непредсказуемый и нажмет кнопку. А у нас все есть, и все знают, что у нас есть все. Но нас не боятся, потому что уверены в том, что мы не нажмем кнопку. Чувствуете разницу? Она очень серьезная, да. Эта разница, она может быть важнее наличия у вас того или иного вида оружия. Решение применить его, да, важнее, чем даже его наличие. Это политический фактор, который, опять же, мы тоже вынесли за скобки и все убеждали их в том, что мы предсказуемы. Почему? Потому что не было реальной суверенности в голове и в душе. Потому что мы все хотели к ним примкнуть, все добивались от них одобрения, все добивались от них какие-то разрешения на то, чтобы делать так или иначе. И они эту ситуацию, так сказать, да, поняли, как бы, и они играют этой ситуацией, они управляют через эти вещи. Это же тоже какие-то очень простые политтехнологии, которые, даже я говорю, не надо быть семи пядей во лбу для того, чтобы эти вещи, так сказать, совершенно очевидно, так сказать, понимать. То есть они перестали бояться. Вот, например, мы предсказуемые партнеры. На поле боя предсказуемость это ваша слабость. Вот идет война, как бы, да. Вот вы, а вот ваш противник. И вот вы предсказуемы. Если вы для вашего противника предсказуемы, вы уже проиграли. А мы 30 лет им доказываем, что мы предсказуемы. Ну, вот в чем проблема. Но в любом случае, возвращаясь, так сказать, к каким-то трудностям, которые надо создавать, мы должны найти стратегию воздействия на них. В противном случае, они могут расходовать Украину вот до упора. Вообще как угодно. Вот. Но и жесткие действия на Украине, так сказать, в том числе против них, как бы, это тоже, как бы, одно из средств. Например, даже простая вещь, делегация. Ну, не знаю, нет проблем сделать так, чтобы они начали бояться ездить на Украину. Нет проблем. Их просто, их просто жалеют. Вот и все. Их просто реально, так сказать, да, мы, российского корпуса не принимают таких решений. Ну, на мой взгляд, зря. Ну, Россия может и не позакрыть, в общем-то, это Украинская вещь. Так. Ну, все для этого есть всякое сочинение. Важный очень вопрос. Вот вы упомянули о суверенности в головах. Здесь, мне кажется, вот даже ни в Вашингтоне и ни в Лондоне, хотя многие кивают на то, что вот там это два центра, которые, вот, скажем так, строят козни против всех нас. Оно действительно так, но пока здесь мы не поймем, кто мы, что мы и зачем это все делается. Все вот то внешнее, оно абсолютно не важно. Вот, на Ваш взгляд, происходит вот рождение той самой правильной суверенности, которая потом или может уже сейчас позволит действительно бескомпромиссную борьбу вести с противниками, ну, а может и с врагами. Я так скажу, условно говоря, в глубинном народе каким бы он, может быть, иногда и не был там наивным или манипулируемым, такая суверенность не пропадала. Вот она где-то вот на уровне, так сказать, инстинктов, там, корневых каких-то архетипов, таких исторических аллюзий, там, значит, не знаю, там, в конце концов, фотографий тех же дедов там с орденами, она существовала и существует. Проблема в несуверенности мышления и духовной несуверенности элиты. Элиты политической, творческой, экономической, информационной и так далее, и так далее. Много лет об этом говорю, но это реально так. Вот большая часть наших ошибок, она именно в этом заключается. Значит, постсоветская российская элита пребывала и отчасти продолжает пребывать в абсолютном убеждении нашей неправильности нашего исторического пути, в абсолютном убеждении необходимости быть вторичными по отношению к Западу и в убеждении того, что вообще, если честно, так сказать, личные, так сказать, карьерные жизненные перспективы важнее национальных интересов. Вот в этом проблема. Это и есть главная проблема большинства этих ошибок, неправильных реформ, решений, которые принимались все эти годы. Ведь посмотрите, если до недавнего времени как бы буквально проанализировать ситуацию, ведь на самом деле мы находились ровно на том же, так сказать, пути, на каком находится Украина. Вот. И до какого-то момента, до появления, кстати, в Белоруссии Лукашенко и Белоруссия тоже на этом же пути находилась. Да и вообще, большая часть постсоветских стран на этом пути после распада Советского Союза находилась. Все встали в очередь куда? На Запад. И стали, так сказать, соревноваться друг с другом, а кто в этой очереди ближе, так сказать, к окошку заветному. Номерки на руке писать, так сказать. Да, вот у меня такой номерок, а у тебя? А ты ночью отмечался? Я отмечался. И так далее, и так далее. Вот этим мы занимались несколько десятков лет. И этим порождено, между прочим, в том числе и вот такой вот сумбур в головах большого количества постсоветских граждан, включая тех же украинцев. Ведь Россия, как бы, она вот, Ельцинская Россия, она от русских просто отказалась. Она отказалась от русских, в том числе и на Украине. Она и в России от русских отказалась, а русских нет. Русские, так сказать, это лох, и так далее, и так далее. Это потерпевший. А за пределами России вообще нет никаких русских. Вот если у вас нет паспорта гражданина Российской Федерации, если вы, будучи русским, оказались там где-то в другом месте, мы вообще вас не знаем. Вот что Ельцинская Россия говорила. Вот так, между прочим, выросли неонацисты, русские неонацисты на Украине. Вот эти, значит, парни с голубыми глазами и светлыми волосами, как бы, да, и русскими фамилиями, которые говорят, что они украинцы, и что они европейцы, так сказать, и которые-то накалывают себе руны, вот, и воюют сейчас с нами. Вот так они появились, потому что Россия от них отказалась, а на Украине им сказали, а какие еще русские? У нас титульная нация Украина, геройность Бандера, и если ты хочешь кем-то быть, ты должен стать украинцем, политическим украинцем. Вот так вот. В этом, так сказать, проблема. А порождение всего этого, это несуверенность, на самом деле, презрение к собственному прошлому, как бы, да, убежденность в своей негодности исторической, там, культурной, и прочее, прочее. При всем при том, что это вообще основывалось на пошлейших совершенно аргументах. Вот у них такие машины, а у нас такие машины. Вот у них такие, так сказать, значит, журналы, так сказать, да, с порнографией, а у нас их вообще нет. Вот у них такое, так сказать, бухло в красивых бутылках, а у нас его нету. Пошлейшая вещь, так сказать, это вообще эпоха 90-х, да и вообще, как бы, это одна из самых пошлейших, так сказать, эпох вообще в истории нашей общей, как бы, да, большой, как бы, вот этой нашей общей истории, когда вообще, как бы, так сказать, не осталось ничего от понимания того, что ж такое, как бы, культура, страна, цивилизация и прочее, прочее. Вот в этом проблема-то, и это, между прочим, спутало, как бы, да запутало мозги огромного количества людей и на Украине, и в России, и во многих других постсоветских государствах. Россия впервые, может быть, так сказать, своей истории отказалась от своей цивилизационной идентичности, от своего, так сказать, от некой своей особой роли в истории человечества, да, вот. Вот. И это породило вот эту вот пошлейшую, так сказать, убогую идеологию, там, значит, не знаю, там, денег, там, идеологию, так сказать, гедонизма и так далее, так далее. Но, возвращаясь к вашему вопросу, а происходит ли сейчас? Происходит, но очень тяжело и очень медленно, и в значительной степени вопреки и неблагодаря. И, кстати, здесь многое будет зависеть от исхода вот этой самой, значит, специальной военной операции. Если ее исход можно будет однозначно интерпретировать как успех, это будет способствовать, на самом деле, вот, становлению реальной суверенности. А если опять какая-нибудь, так сказать, условно говоря, очередная там группа влияния сольет все эти вещи, да, под какой-нибудь позор, да, но это нанесет мощнейший удар цивилизационной идентичности внутри России, вот, хотя внутренняя коренная вот эта вот цивилизация, она все равно останется, но, конечно, это будет еще один успех, скажем, там, наших западных противников. Они к этому и ведут, собственно говоря, да. Давайте изобразим что-нибудь такое, что, значит, формально будет окончанием, а фактически поражением. Вот, вот о чем идет речь. Хотя понятно, что сами все переговоры, как бы, да, они, скорее всего, рано или поздно состоятся, вопрос только кого, с кем и на каких условиях, да, вот, вот о чем речь. Но это важно, то есть идет ли процесс реальный возврат реальной суверенности? Идет, но идет тяжело, идет неоднозначно, идет не бесповоротно, на что, собственно говоря, делают ставку всякие наши, так сказать, враги, но он идет. Вот, но еще раз хочу, последнее, да, глубинный народ эту суверенность не терял, на мой личный взгляд, да, поэтому, как бы, вот, Россия каждый раз прорастает по-новому, так сказать, и вот пытаются отрубить голову или руки или ноги, а она раз и опять, так сказать, жива. Это, собственно говоря, наших противников и бесит. Ну да, к событиям в Украине, касающихся, которые касаются в том числе и очень миллионы людей, живущих в Российской Федерации и в Беларуси, потому как всех нас, очень многих, точнее, из нас объединяет православная вера. Честно говоря, не потому, что я крещеный даже, а потому, что, ну, пытаюсь понять, зачем они вот сделали то, что сейчас сделали, ну, там, не сдаваясь в юридическую казуистику, по факту запретили Украинскую Православную Церковь. Не понимаю, ведь население это в большинстве православное. Насчет запрета Украинской Православной Церкви, опять же, тут такая штука, я как православный, так сказать, христианин, опять же, не то, что я вот каждый раз это как-то выпячиваю, но просто это необходимо говорить, во-первых, исповедуя веру, если хотите, а во-вторых, обосновывая, там, ну, взгляд, потому что все равно, так сказать, да, для меня, я много рассуждаю, там, ну, отвечая на вопросы, там, про геополитическую экономику, но для меня, как бы, конечно, духовные смыслы всего происходящего на земле, как бы, они являются первичными. Если вы хотите проникнуть в эти духовные смыслы, мне кажется, то есть, вообще, в реальные причины того, что происходит, все-таки без духовных смыслов это объяснить невозможно. В конечном итоге, если вы считаете православное христианство истинной верой, вы должны понимать, что борьба против этой истинной веры, так сказать, носит тотальный, всеобъемлющий и вечный характер, да, собственно, это подтверждается всеми, так сказать, священными текстами. Поэтому сегодняшние события на Украине я вижу как часть, вот, как один из актов этой вот войны с истинной верой. Как с ней можно бороться? Можно просто, так сказать, задавить ее, да, а можно, а можно обмануть людей, можно, так сказать, подсунуть им лжецерковь, лжепророков, так сказать, лжехристов, лжепроповедников, да, вот, устроить некий цирк с конями, как бы, да, и таким образом каноническую, так сказать, истинную церковь, значит, уничтожить, вот, а подсунуть людям обманку. Вот если с духовной точки зрения, то, конечно, все эти события, они являются маленьким эпизодом в большой истории, так сказать, описанной в Откровении Анна Богослова под названием «Апокалипсис», да, в переводе, значит, с греческого на русский, да, Откровение. Это маленький эпизод вот этой большой истории. А давайте, так сказать, с этой стороны зайдем. Вот есть такое восточное, так сказать, христианство, вот есть такое православие, так сказать, а давайте оно нам как кость в горле, особенно в Европе, в Европе, потому что в Европе, совершенно очевидно, Европа стала на путь, ну, явного богоборчества, явного антихристианства. А кто еще как-то здесь трепыхается? Ну, вот эти вот, значит, православные вроде как трепыхаются. Что сделать с ними на данном этапе? Надо их разъединить, надо их заставить друг друга недовидеть, надо заставить их друг друга, так сказать, убивать, и надо отобрать у них реальную, так сказать, каноническую веру. А как это сделать? Можно путем прямых репрессий, а можно также путем обмана, путем, так сказать, покупки, путем соблазна. И вот мы видим один из смыслов того, что происходит. Несмотря на весь такой, всю такую неоднозначность позиции украинского, так сказать, духовенства, вот, украинской православной церкви Московского Патриархата, все равно, даже все их заигрывание с украинской властью их не спасло. И, кстати, я так и думал, что она не спасет, потому что это было глупо, да, и решено просто ее полностью уничтожить. А, значит, всех остальных перетянуть в декорацию, в симулякр, да, вот в этот обман под названием раскольники, под названием, там, ПЦУ, так сказать, или, там, какой-то филаретовский, там, УПЦКП, как бы, или автокефалы, не имеет значения. То есть, духовный смысл именно в этом. А украинские власти, хотят они или не хотят, да, они являются здесь орудием. Вот, поэтому это, собственно говоря, маленький акт, так сказать, большого процесса борьбы за истинное христианство. Поэтому, я, так сказать, к украинским христианам, как бы, обращаюсь с простым, как бы, вопросом. А вы понимаете, что реально с вами происходит? Вам кажется, что вы боретесь, может быть, за, значит, независимость, хотя независимость я никакой не вижу. Украина стала полностью зависимым государством. Сейчас нынешняя Украина гораздо более зависимая, чем была Украина Януковича, там, или Кучма, или прочее-прочее, да. Вот. А вы понимаете, что речь идет не об этом. Речь идет, так сказать, не о ником, там, европейском пути. Речь идет об уничтожении христовой веры. Вы это понимаете, что этот выбор сейчас, вот это стоит. И то, что, кстати говоря, это осуществляет абсолютно безбожное руководство, тоже символически. Порошенко еще хоть кем-то себя называл. Он говорил, да, я там, этот христианин, помните, там показывали какую-то часовню, где он там сам себя, так сказать, нарисовал. Вот. Но Зеленский-то это вообще просто воплощение, как бы, да, антихристианства. Давайте честно скажем. Воплощение. Именно такой человечек и нужен был для того, чтобы, да, вот, добить христианство на Украине. И это происходит. Понимает ли он это? Я не знаю. И это, с точки зрения религиозной, это даже вторично. Он может этого и не понимать, кстати говоря, а быть полностью, действовать полностью, вот, чисто в такой, вот, знаете, поверхностной логике власть, деньги, как бы, да, геополитика и так далее, и так далее. Но это так. Поэтому они должны были, идя логически по этому пути, несмотря на всякие издержки политические, которые могут быть, они должны были добиваться, значит, уничтожения истинной православной церкви. Вот вы даже в вашем вопросе, вы говорите, вот, ну, есть какое-то недоумение. Действительно. Вот если с точки зрения, там, банальной эрудиции, как говорится, да, с точки зрения логики, ну, зачем ты это делаешь? Ведь есть куча прихожан. Это может осложнить внутриполитическую ситуацию. Не просто осложнить, а очень серьезно осложнить. Но он все равно это делает. Потому что черти водят. Я уж извиняюсь за выражение, как бы, черти водят. Потому что истинная цель, вот это, истинная цель лишить людей, как бы, да, канонической церкви, истинная цель разрушения веры, и ради этого ничего не жалко. Вот пусть даже, как бы, это будет иметь последствия, ну, и наплевать, так сказать, да, потому что истинная цель именно вот этом. Еще одна из проблем, кстати говоря, ну, она такая косвенная, но я бы о ней тоже не раз говорил. Это, собственно, это, так сказать, скажем, состояние западного населения, западного человека. Западного человека европейцы, в первую очередь, активно дехристианизируют. Активно, так сказать, его уводят от веры. Вот, например, все то, что произошло вот на Олимпиаде Парижской, открытие, закрытие, ну, вот это просто вот, ну, это манифест. Просто вот однозначный манифест антихристианства. Вот, но в Европе и в белой цивилизации остаются еще православные. И когда европейский западный человек, который как-то пытается трепыхаться и пытается что-то искать, обращая свои взоры куда-то, он что видит? Он видит, так сказать, да, православное христианство, ортодокс, как нас называют, ортодоксов, да? Ну, так вот, чтобы этого не было, чтобы соблазна этого не было, надо что сделать? Надо русскую, так сказать, православную церковь объявить вообще как бы исчадь има, да? В России это исчадь ада. Поэтому все, что там есть, это и русская церковь, это вот исчадь ада. Это вот тоталитаризм, это диктаторство. А вместо этого подставить некую обманку. А, как бы, скажем, француз там, немец. Ты ищешь православие? Ну вот, смотри, вот украинские православные. Вот они. Вот они. А этих украинских православных, я вас уверяю, сейчас запустят ровно по тому же пути, по которому запустили католиков, протестантов и всех остальных. Их обязательно заставят принять все те так называемые ценности, которые в Европе проповедуют. И тогда окажется, что, так сказать, а куда деваться человеку, европейскому, западному, который хотел бы, да, оставаться христианином? Некуда. Некуда. Вот православные. Сказать, да, православные, они полностью с нами согласны, они разделяют нашу. А европейский христианин, он не будет слушать, например, там, значит, ближневосточного мусульманина или там китайца или индуса, как бы, да, он здесь что-то ищет. Это уничтожение христианства. Это один из, так сказать, актов реального уничтожения христианства. Понимает там это Зеленский-то со всеми своими там ермаками, так сказать, и прочих, не понимает. Вот мой лично опыт работы на Украине до 2014 года, я довольно много там бывал и работал, он, к сожалению, так сказать, такой, как бы, там верующих людей вообще нет. В руководстве, так сказать, страны верующих людей нету. Украинская элита, как бы, состоит из людей, ну, тотально неверующих. Ну, в лучшем случае они свечки могут прийти поставить. А сейчас как раз к власти пришли люди, которым даже внешняя сторона всего этого вообще до лампочки. Ну, как думаете, у них получится? Ведь, знаете как, можно ведь верующего человека лишить, ну, там, церкви в качестве здания, я имею в виду, но веры-то лишить нельзя. И вот мы говорили о том, что в российском народе, в русском народе, где-то в глубине вот та самая там субъектность, которую ищут все там где-то там-сям, она есть и никуда не девалась. И именно поэтому, собственно, так сложно и невозможно ничего с Россией сделать. Если рассматривать православное население Украины как русских, так-то оно и есть. Ну, это тоже, я почему недоумеваю, почему они так делают, потому что они же могут вот затронуть вот то самое внутреннее глубинное. И русский бунт, он и в Украине страшен. Простись. Ну, во-первых, они это глубинное не ощущают, так сказать. Да, если вы абсолютно, как бы, отрицаетесь этой культурой, если вы к этой вере не имеете никакого отношения, то вы просто не понимаете этого глубинного, вы его не чувствуете. Поэтому они рассматривают все в категориях политтехнологии, в категориях, так сказать, того, можно купить, нельзя купить, можно убить, нельзя убить, можно обмануть, нельзя обмануть и так далее. Это чисто, так сказать, воды такой вот, ну, абсолютно холодный, так сказать, ну, или, скажем так, даже если не холодный, то, ну, такой безбожный подход. И многих вещей вы в этом деле, они просто не ощущают. Можно быть очень хитрым, при этом очень глупым. Вот это удивительно, потому что ум и мудрость, это связано с глубиной и вечностью. Вот, а хитрость, она может быть очень ловкой, но она сиюминутная. То есть, человек может быть очень хитрым, но при этом очень тупым. Удивительно, парадоксально звучит, но это правда. То есть, они могут этого просто не понимать и не верить в это, вот что самое главное. Это первое. Второе, я бы, конечно, не преувеличил религиозность тоже, опять же, так сказать, населения Украины, потому что все мы прошли через 70 с лишним лет советской власти, и она много чего сделала, да, на этом пути. Много чего сделала и много чего там просто внешнего, там, поверхностного, да, а глубинной веры мало. Как, ну, ее не хватает и у нас, это очевидно. Вот, но на главный вопрос, можно ли человека лишить веры, если она у нее есть? Нет, нельзя. Нет, нельзя. То есть, вылезет ли это когда-нибудь, обязательно, да. То есть, грубо говоря, истинная вера, можно ли ее полностью уничтожить? Нет, нельзя. Но можно обмануть или запугать часть населения, часть верующих. Можно. Это сделать можно, да, это показывают. Но они такие цели перед собой ставят. Да, они не думают, я думаю, что, знаете, если они не верят. Вот, смотрите, если вы не верите вообще в Бога, то для вас вообще все это просто, ну, какие-то, какой-то бред, да, это все глупость. Поэтому надо обмануть или запугать как можно большую часть населения, вот, значит, поставить, значит, выполнить поставленные перед вами цели, так сказать, чисто такие вот краткосрочные, среднесрочные. А там, типа, посмотрим. А там, значит, как получится. В длительную перспективу, конечно, православное христианство никуда не денется. И, конечно, на Украине останутся истинно верующие люди. Вот. Но какую-то часть можно будет и обмануть, и запугать, так сказать, да, и расхристианизировать. И это уже происходит, да. Это тоже, к сожалению, так. То есть здесь тоже иллюзий должны быть не должно. И сказки рассказывать друг другу не надо. Я вот неоднократно повторяю и еще расскажу. Конечно, одна из главных трагедий русских украинцев и белорусов заключается в том, что... Вообще, вот, я говорю, Россия прорастает, она не исчезает. Вообще, на мой личный взгляд, главная причина, это, конечно, православное христианство. И та, так сказать, та духовность и, значит, и ментальность, если там модно говорить, которая ею заложена, даже если вы этого не понимаете. И это и есть то живое зерно, которое еще осталось, и от него все время прорастают корни. Но вот как только его удалят, сгноят, как бы, да, или оно, так сказать, засохнет, прочее-прочее, вот здесь уже, как бы, ничего и не останется. Но оно есть, оно есть. Оно будет, конечно, прорастать. Но для этого его тоже, как бы, да, надо поддерживать. И какая-то часть населения, так сказать, на Украину, она, конечно, останется, как бы, истинно верующими. И церковные вопросы как-то решатся. Но на данном этапе, да, речь идет, конечно, о такой максимально жесткой агрессии. В отношении христиан это фактически гонение, а для христиан это момент выбора. Вот это момент исповедничества. Просто я к тому, что, да, можно здесь сказать, ну, вы у меня веру не отберете. Я вот у себя в квартире закроюсь, так сказать, да, и буду думать. Вы, значит, у меня в душу не залезете, да, как вот, значит, Пьер Безухов у Толстого, попавший в плен к французам, значит, в какой-то момент, увидев звездное небо, там, закричал, душу мою бессмертную в плен взяли. Меня в плен взяли, душу мою бессмертную. Душу в плен взять нельзя, если вы сами ее, как бы, в плен не отдаете. Это однозначно, да, но и бездействовать здесь тоже нельзя. Здесь вопрос исповедничества, вопрос, так сказать, вашей позиции. В конце концов, опять же, там, читайте, так сказать, да, и Евангелие и так далее, и так далее. Если бы никто ничего не делал, а просто бы сидел, так сказать, где-то у себя там в пещерке, как бы, и не открывая рот бы верил. Ну, и не произошло бы ничего от того, что произошло, да. Недаром же, так сказать, Христос дал апостолам возможность разговаривать на языках для того, чтобы нести все это, да. А если вы все это не несете, а просто у себя там, условно говоря, под одеялом там закрылись и думаете, да. Ну, это, конечно, тоже неплохо, но этого недостаточно. То есть, исповедничество требует действия. Вот действий я пока не вижу. И, кстати говоря, здесь определенная часть вины лежит, конечно, и на украинском священстве, на руководстве Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, потому что оно слишком долго заигрывалось с этими вопросами, слишком долго пыталось понравиться современной украинской власти, это слишком долго, значит, как-то ей это самое, значит, взывало к ее жалости. Вот, мол, мы тоже за украинскую державу, мы тоже, так сказать, за европеизацию, мы тоже вот это самое, значит, поддерживаем. Думали, что они таким образом вымолят себе, значит, пощаду. Нет, не получится. Я вот с самого начала говорил, что это все равно, что уговаривать, что все равно, что жертва, которая уговаривает своего убийцу, там, или насильника, или так далее. Это только раззадоривает преступника, который, как бы, его садистские, так сказать, эти самые наклонности разжигает. Вот, то есть здесь вот это исповедничество, оно будет требовать действия. Я не знаю, так сказать, заявлений, действий, там, ухода в подполье, там, не знаю, там, активного сопротивления, пассивного сопротивления, не знаю, эмиграции, там, чего угодно. Но нужно действия. То есть тут просто, условно говоря, там, закрыться дома на три замка, как бы, да, и про себя что-то думать в туалете, как бы, да, на щеколку, закрыться, сесть на унитаз и думать. А вот вы у меня веру не украли. Этого мало. Позвольте себе еще раз вспомнить интервью Лукашенко. Телеканал «Россия-1». Он спрогнозировал под вот такую вещь. Опять же, не берусь за дословность. Если вот сейчас эскалацию не остановить, то государство Украина, она, собственно, исчезнет. Вы, я думаю, что он не одинок в таких прогнозах своих. Как вы смотрите на будущее этой территории? Ну, тут опять же, понимаете, не хотелось бы, чтобы война, так сказать, становилась все более и более жестокой, все более и более, так сказать, расширялась, потому что это будет уносить, значит, тысячи и тысячи жизней. Но, с другой стороны, как бы, да, если мы не видим здравого понимания со стороны руководства Украины, ну, да, видимо, значит, ситуация может и до этого дойти. Почему? Потому что все равно со территории Украины исходит угроза. И России, и Белоруссии, кстати говоря, да. Эта угроза, она многограммная. Начиная от вот духовной, если хотите, такой, значит, экзистенциальной, да, как это, сущностной, да, если по-русски сказать, да, заканчивая угрозой прямой военной. Ну, все, это государство, как суверенное, перестало существовать. Оно не способно определять свою политику. Оно стало придатком, значит, коллективного Запада. Этот коллективный Запад ведет борьбу с нашей цивилизацией, да, и он будет ее использовать. Поэтому или там, значит, меняется руководство, которое возвращается к политике, так сказать, хотя бы относительного нейтралитета, ну, или у нас другого выбора не будет, как бы, эту борьбу вести до полного уничтожения. Вот, она может растянуться, так сказать, конечно, и это очень печально, но это, к сожалению, так. Вот, потому что, ну, слушайте, вот, как бы, я говорю, я этой СНГшной темой с 90-х годов занимаюсь, вот, ну, российское руководство, и Путин в том числе, ну, их несколько десятков лет их уговаривали просто. Делайте, что хотите. Воруйте наш газ, так сказать, да, воруйте, так сказать, нефть, еще что-то делайте там, да. Можете даже русский язык, как бы, это самое вытеснять и все остальное. Только одного не надо. Не надо, значит, становиться придатком НАТО. Не надо двигаться в НАТО. Не надо ставиться антироссией. Все, обо всем остальном мы договоримся. Нет, нет, вот они будут вот антироссией. Нет, вот они будут, значит, НАТО. Вот они хотят быть частью вот этой, значит, цивилизации, которая нам угрожает. Ну, в таком случае, в таком случае борьба. Вот, хотя, конечно, еще раз говорю, так сказать, да, наверное, можно было решить все это на ранних этапах какими-то менее жесткими способами. И я вот лично считаю, что если бы мы проявили твердость где-нибудь там в нулевых десятых, может быть, и сейчас бы не надо было бы вот всего этого, того, что происходит, да. Твердость во всем, и в наших отношениях с Западом, и в наших отношениях с Украиной, как бы, да, более, так сказать, как-то жестко вели себя. Может быть, и всего этого не было бы, да. Я вот лично считаю, что так оно и есть. Вот, но сейчас, как бы, да, я как минимум не вижу выхода без смены руководства Украины. Вот я почему, так сказать, про это говорю там тоже. Это не сильно православно, так сказать, к таким вещам призывать, но это просто трезвый анализ ситуации. Я не вижу выхода, да. Вот нынешний руководитель Зеленского, да, он, у него нет другого, так сказать, другой альтернативы. Мы видим, что, как бы, все, он в этой игре совершенно несамостоятельная фигура, как бы, он свою жизнь, может быть, даже, я уж не говорю там про политическую судьбу, связывает, условно говоря, там, с западной политикой. И он не сможет выйти из этого. Все. Мы видим, у него нет ни воли, значит, ни суверенитета, недостаточной, так сказать, квалификации для того, чтобы стать самостоятельным политиком. Он не самостоятельный политик, он не сможет это сделать. Да, этого уже не случилось. А из-за этого простой вывод, так сказать, да, как это решить вопрос этот. Ну, как минимум, нужна смена руководства Украины. И даже сейчас вот вся эта ситуация в Курской области. Насколько я понимаю, велись какие-то сепаратные там консультации, да, велись какие-то, так сказать, там, шахер-махер, как бы, разговорчики и прочее, прочее, да. И что же сделал вот очередной раз Зеленский? Что он сделал? Ну, мы видим, что он сделал. И как дальше? И, кстати говоря, это произошло не только с нами. Не только с нами. Например, скажем, вспомните, перед Курской областью, да, визит Кулеба в Китай. Значит, визиты Орбана, да. Что-то такое, так сказать, что-то такое назревало, да. Ведь он же китайцев, например, тоже обманул. И Орбанов, и вообще всех обманул. То есть этот человек, как бы, он не способен... Ну, а сейчас к нему Моди приехал и называет, там, дорогим другом, братом, да. Моди приехал, как бы, да, я так понимаю, уже по инерции. Моди пытается, так сказать, он видит, что китайцы со своими посредственными усилиями, как бы, да, ничего у них не получается, так сказать, да, вот он пытается что-то сделать. Но он приехал по инерции, потому что, я так понимаю, что визит был запланирован еще до Курской области. Они решили его не отменять. Но это мертвому припарку. Это мертвому припарку, я думаю, что вот Моди этот визит в плюс, скорее всего, не пойдет. Потому что человек под названием Зеленский не способен быть самостоятельным политиком. И не способен держать никакие слова. Вот я говорю, по китайцам посмотрите события, предшествовавшие Курской области. Кулеба был в Китае. Что-то там такое, так сказать, наговорил. Тоже приехал, там, многозначительные заявления делал. Китайцы там тоже что-то понаговорили. То есть все пятьдесят. И что? И что? Вот хочется китайцам спросить. И что? Курская область обнулила все эти вещи. Полностью обнулила. Они и вас обманули, китайцы. Вот и все. То есть они не способны к никакому конструктивному диалогу вообще. За ними стоят люди, для которых и Зеленский, и Украина – это просто расходный материал. Поэтому минимум, так сказать, или принуждение этого руководства силовое, или смена руководства. По-другому никак. А если не то, не другое, тогда в перспективе, так сказать, только уничтожение государственности украинской, как угрожающей, если хотите, восточнославянской, восточнохристианской цивилизации. Они себя из нее исключили. Надо понять. Они сами себя из нее исключили. Вот их сейчас спроси, кто они? Они ведь, ведь поймите, слова имеют значение, как бы, да? Они уже с 14-го года говорят, и даже раньше, с 4-го, говорят, Украина – це Европа. Слышите? Что они говорят? Они себя вычеркнули из восточнохристианской цивилизации. Вычеркнули. Сами себя, как бы, да? Вот из этого, как бы, да? И приходится исходить. Ну да, результат мы видим. Чем дело закончится, конечно, хотелось бы, чтобы побыстрее. И как с меньшим количеством жертв всегда этого хочется. Но пока есть как есть, будем верить в лучшее. Спасибо большое, Сергей Александрович, за этот разговор. До свидания. Спасибо, удачи вам. Субтитры подогнал «Симон»!